Противоморозные добавки. Все перечисленные добавки одновременно являются и добавками-ускорителями схватывания, и твердения бетонов и растворов. Однако их концентрация в холодных бетонах значительно, примерно в 2-3 раза, превышает ту, которая необходима для ускорения процесса твердения бетонов. При температуре выше нуля в градусе Цельсия. Кроме перечисленных, к противоморозным добавкам также относятся. Карбонит мочевина. Бесцветные кризиссталы. СОНН2 дважды. Хорошо растворимы в воде. Соединение нитрата кальция с мочевиной НКМ. Нитрит натрия НН. Продукт в виде кристаллов натрий НО дважды белого цвета с желтоватым оттенком, а также в виде водных растворов. Продукт в виде кристаллов натрий НО дважды белого цвета с желтоватым оттенком, а также в виде кристаллов натрий НО дважды белого цвета с желтоватым оттенком. Противоморозная добавка в бетон КРИОПЛАСТ-15. Противоморозная добавка в бетон применяется в зимнее время. Поставляется в сухом и жидком виде. Добавки вводятся в бетон с целью воздействия на химические и физические свойства бетона в соответствии с технологическими требованиями. Добавки должны обеспечивать приготовление бетонных смесей и бетонов с показателями качества, с соответствующими требованиям проектной и нормативной документацией на данные виды изделий или конструкций. В связи с тем, что при современных темпах развития строительной индустрии Работы на строительных площадках ведутся практически круглогодично. Возникает необходимость выдачи товарного бетона предприятиями при отрицательных температурах. Хлористый кальций широко используется в строительстве в качестве противоморозной добавки, а также у строителей твердения для бетонов и строительных распоров. При добавлении хлорида кальция в состав бетона наблюдается термическая реакция, так как вступая в реакцию с водой, реагент нагревает бетон изнутри, способствуя быстрому схватыванию. Также хлористый кальций довольно часто используют в качестве антиго-лоледного реагента для посыпки дорог в зимнее время. Вещество вступает в реакцию с молекулами воды, находящимися в твердом состоянии. Препятствует образованию ледовой корочки, которая представляет опасность для пешеходов и автомобилистов. А также облегчает работу по очистке дорог от снега и льда. Подробнее о использовании хлорида кальция в качестве реагента Читайте на странице антиго-лолед.